Приветствую, и ваши сны являются следствием того, что вы сомневаетесь в отношениях к своим мужчинам. Вы сомневаетесь в том, что по-преднему интересно ему, вы сомневаетесь в том, что его чувство к вам искренне, вы сомневаетесь в том, что он уделяет вам столько же внимания и испытывает то же влечение и потребность вас, что и раньше. Звуки из социальных сетей только лишь усугубляют ваше сомнение, что и проявляется во время сна. Сны есть результат работы нашего подсознания, и потому они, эти сны, наглядно показывают ваши страхи. Чтобы эти страхи преодолеть, нужно откровенно поговорить с Мутином и сперзать с него, обцелем его устраивать в ваших отношениях. Не хотел бы ли он чего-нибудь новенького? Не хотел бы ли он, чтобы как-то что-то изменилось в вашей жизни? Почему он сидит все время за компьютером? И когда он скажет вам о возможностях своих желаниях, постарайтесь это желание его удовлетворить так, чтобы у него не было дальше мысли о том, что он вам изменит. А зачем, если вы полностью удовлетворяете все его потребности? Для чего изменять? Обычные изменения происходят именно в результате того, что мужчины, ну или женщины, неважно, не получают от своего супруга или близкого человека того, что им нужно, и ищут этого на стороне. Соответственно, более четкое понимание того, что мужчине нужно, решит эту проблему, но решит лишь наполовину, потому что следующая плача заключается в повышении вашей собственной самооценки, повышении ощущения, что вы достойны, что вы прекрасны, что вы любимы, что вы желанны. Для этого нужно больше делать для себя что-то, думать о себе. Вам можно присмотреть свой внешний вид и образ жизни, вам можно стараться защищать в большей степени свои интересы. Подумать о том, чего хотите вы и откровенно заявить об этом своему мужу, после того, как спросите о том, чего хочет он. Это поможет вам, во-первых, обозначить ваши потребности, и во-вторых, посмотреть, как мужчина реагирует на это. Соответственно, если она реагирует на это плохо и не будет стремиться удовлетворять ваши потребности, то тогда можно говорить о том, что он не боится больше вас потерять. Соответственно, нужно предпринять некоторые шаги для того, чтобы он начал бояться вас потерять, и тогда, соответственно, он проявит к вам больше внимания, и ваши страхи и сомнения относительно возможной измены перестанут существовать. Именно так вам и нужно поступать. Сны, по своей сути, ничего не значат. Они свидетельствуют лично о наличии вашего эмоционального состояния, которое свидетельствует о некоем кризисе в ваших отношениях, которые нужно решать. Какими путями я вам, вроде бы, рассказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его в лучшем, пожалуйста. Буду вам благодарен.